Винограда в здравии, рожа, та самая моя, я называю духовной сестрой, интереснейший человек, и без вопросов, по-моему, только одну серию, сколько там, 35-38 фильмов подряд сделали, а это не одна такая серия, это подвиг, спасибо, Лиля, спасибо, сестра. Интересный факт, два года, как мы купили дом в деревне, там есть яблони, 7 стволов с одного места, наверное, когда-то упало яблоко, и все семечки проросли, ух ты, на них яблоки сидровые, яблоки так себе, а сок изумительный, так вот, яблоки на разных стволах различаются, когда они начинают падать, берешь одно съедобное, берешь другое невкусное, сейчас они хранятся в мешке, их было так много, что муж и кальвадоса надел, и бажоли попробовал, они все не кончаются, сейчас они на вид разные, одни зеленоватые, неприглядные, проводные ходы, другие с красным бочком, вот даже с саду яблока, все яблоньки разные, хотя и похожие, то есть, вы обратили внимание, что расщепление свойств не только на разных семенах одного дерева, но даже внутри одного плода, где несколько семеч, что я скажу, ставлю пять, милая моя ученица, Олег Мезинов, здравствуйте, Лиля, это нормально, ни одна семечка, даже с одной ветки, не повторят точно друг друга, природа так задумана, чтобы исключить деградацию потомства, ну, а, Олег Олегович, ну, что я скажу, вот, ему шестерку надо ставить, он сам же может лекции читать, дополнение, чем больше разнообразие хромосом будущих родителей, тем больше здоровья обладает потомство, а они всегда, и тем больше вариантов для жизнеспособных на новых местах природических слоев, вот именно, вы тут немножко это, как бы сказал Сталин, трубка его, немножко это преувеличили, дело в том, что разнообразие хромосом, оно только для того, чтобы в одних случаях дерево дало плоды вкуснее, чтобы их съели животные, птицы, и разнесли, а в другом случае, если вдруг катаклизм, чтобы они хотя бы выжили, уже другое семечко, другой плод, понимаете, большое разнообразие, это не всегда здоровье, это имеется в виду, хочу, чтобы меня съели, я вкусный, но менее морозостойкий, менее, менее, вот, а если я хочу, они знают, заранее будет катаклизм, она может сделать так, что выживут, это же не мыли обязательно ссадин, падают, простают, падают, простают, тогда выживут более жизнестойкие, но менее вкусные, а так, чтобы и вкусные, и подбор хромосомы каждый раз давал, и более вкусные, и более морозостойкие, живые, нет, так не бывает, так, считаю я вас дальше, а учитывая тот факт, что подбой влияет на прямой, а это уже совсем другая песня, мы неволе становимся обладателями в своих садах вегетативных гибридов, и как бы ни хмурились о нас научные деятели, поливающие на пророщенные фрагменты веток, им никогда нас не дают, а вот это правильно, вот это правильно, вот пророщенные ветки, это тупик из тупиков, ни долговечности, ни это самое, больших урожаев, вот это бесконечная болезнь, а там, значит, бесконечное опрыскивание, вот эти жалкие фрагменты веток, их надо чуть ли не каждый день поливать, а это, значит, это самые дорогостоящие установки по бесконечному этим капельному поливу, так, тут вы правы на 200%, Валерий Коллегович, Виктор, здравствуйте, Валерий, заложил половину кости к вишне-сибирской на естественную сертификацию, протоптал сырой снег, еще нагреб сверху, тоже притоптал, а у нас идут дожди, вопрос, как может повлиять такая сырая погода на всхожесть, не напитается ли издушной влаги, весна покажет, дело в том, что для них, именно для вишневого костика, они сырости вообще не боятся, вообще, для меня было, я еще не был садоводом, но я был на речайном гостях на юге, вот, возле города Майский, Кабарда, там на болоте дали ветеранам войны, ну это же, сами понимаете, им дали на болоте, до воды 30-40 сантиметров, а где-то в большинстве мест, то есть лопаты копнул, и в ямку лопаты, раз, уже вода стоит, вот, ну а потом они посадили сады, и все сдохло, кроме вишни, и вот я вижу здоровенную вишню, а у него, как колодец копать, очень просто, он выкопал метровую яму, из которой нам 70 сантиметров, за полной водой, метровая яма, 70 сантиметров воды, и вот столько до воды, я как представил себе, приезжаю лет через несколько, растут бешено, вишни, вишни прекрасные, южные, вот, как эти корни умещались, они же должны в воде полоскаться, вот столько до воды, огромная вишня с таким штамбом, у него росла, для меня это было откровение, тут же рядом, в пяти шагах от вишни, вот этот колодец, то есть колодца никак такого нет, яму выкопал, но заполнилась водой, вот так вот, поэтому я понял так, что если бы, допустим, абрикосы, косточки, может уже бы изгнили, если вот так, дожди, дожди, да еще перед зимой, то я подозреваю, что в вашем мире, ничего не случится, но это оптимизм, так, Валерий Константинович, пишет, да нет, были у вас опыт укоренения черенка абрикоса, да, был, не всходит, если да, то что получилось, известен пользу, нет, неизвестен, сама агротехника, по укоренению, тем более, надо, чтобы влаги было много, иначе, допустим, если постоянно не поливать, не укорениться, не только яблони, но и те кустарники, жимолость, крыжовник, полукустарник, которым часто бывает, допустим, шелковица, бывает в дереве, бывает полукустарник, и смородина, вот они-то, требуют для укоренения, много воды, и эта вода угробит, сгниет обязательно, веточки абрикоса, которые вставлены, может быть, где-то, когда-то есть, не просто сорта, такого у меня нет, не просто сорта абрикоса, а который действительно, где-то миллионы лет, жил в сырых местах, как-то приспособился, вот, допустим, яблони приспособились, сырости, а груши нет, было когда-то, что-то оно, яблони, груши, вот, может быть, слива, террорабрикос, это было одно целое, а потом разошлось, что-то шло на юг, что-то на восток, что-то на север, что-то на запад, где больше дождей, где меньше дождей, птицы отнесли на километр, прижилась, не прижилась, в эту сторону раз, а там до воды чуть ближе, и успела достичь воды, а кругом засуха, вот там и приспособилась, и не боится воды, в общем, вот так вот разошлись, боятся воды, сырости груши, не боятся яблони, это мои наблюдения, чистовая, нигель написана, абрикосы боятся, сливы не боятся, аж они же такие родственники, что мы друг на другую плеваем, и не боимся, и получается, что надо это свойство их использовать, использовать, но абрикос сливу, можно было бы попробовать, вот, она дает корневые отводки, даже где вода, тем более где вода близко, а абрикос, я бы даже и не пробовал, один раз ткнул несколько штук, ничего не получилось, и на это успокоился, Наташа, здравствуйте, Валерий Костич, у вас есть продажа ЧП, ЧП, а, черенки сливы, красное мясо, значит, господи, так, каталоги еще есть, наверное, есть, если, вот, единственное, что бывает, как, вчера и сегодня собирала посылки, моя помощница, видели, Юля, да, позавчера были, но, например, пожалуйста, есть у нас переписка, с помощью электронной почты, напишите туда этот вопрос, а я завтра, я же не буду сейчас ночью звонить, это самое, будить, или там, я не до меня, племянница, значит, я завтра, я позвоню, скажу, ну-ка, вспоминаю, есть красное мясо, или она придет послезавтра, и найдет ее, если на память не помню, тут работался, такой список, мне нарезать, что я до сих пор заполнить не могу, так, короче, переписку организуем, а там видно будет, у персика, как у абрикоса, выпривает корневая шейка, абрикос, корневая шейка, выпривает у всех, помните, он показал, ну, полся, или сейчас, показал, гниющую яблоню, у нее просто нет корневой шейки, вот, а если корневая шейка есть у яблони, которая благи не боится, или абрикоса, который боится, то вопрос немножко, ну, некорректный, выпривает не корневая шейка, а корневая шейка, это особая часть дерева, хотя многие считают ее мифом, вот, мол, она растет, но я вам показывал, что долго не растет, а нам надо, чтобы 30-40 лет, посадил семечку, есть корневая шейка, если, пометил, выкопал корневой отводок, мы не нашли, я потом покажу, есть корневая шейка, у палки нет корневой шейки, но в данном случае, вопрос, а как ставится, вами, выпривает корневая шейка, чуть заглубили, корневая шейка оказалась под землей, и тогда, и у персика, и у абрикоса, вот этот кусочек, или это заглубленная была семечка, или просто саженец посадили, даже глубоковато закопали, пусть даже вот столько, и у персика, и у абрикоса, это место начинает гнить, не сразу, если сухие места, больше 3-5 лет, бывало, я видел мертвые деревья, которые уже были трехметровые, абрикосы, у нас же такой климат, и они держатся, а люди не понимают этого, Константинович, дерево 10 лет, оно мертвое, подхожу в ямку посаженного, там на этих самых, ниже, она же поглубже, вот так вот, заметьте, не корневая даже, сгнила, а сама ямка, то, что получилось ниже уровня почвы, это уже как бы закопано, почему? Весна замерзла, вода стоит, лед, и грызет этот лед корневую шейку, или, вернее, основание, там больше корневой шейки, и я смотрю, одна полоска, чуть подсохла, другая полоска, третья, а их же, дерево мертвое, несколько полосок, пережила плюс на минус, лед, а лед бочки разрывает, все, даже это, а если говорить проще, стоит саженец, поглубже закопать, корневая шейка под землей, но гниет не сама она, она особо прочная, а основание штамба, выше корневой шейки, и смерть неизбежна, но у абрикоса чуть раньше, а у персика чуть позже, персик занимает промежуточное положение, между сливой и абрикосом, вот, то есть, первым сгниет абрикос, потом персик, а потом только слива, так, что дальше, чем ставить метку, краска обычной, ну, я считаю так, хотите вообще сберечь, я делал как, когда, ну, я последние годы мало занимался, уже не этими, не массовой привычки, поэтому и занимался тем, что мне надо было выкопать, кому-то подарить, выслать кому-то, я тогда брал, допустим, не, вообще не краска, жалко, портит, я брал узелок, вот это же полиционная пленка, она когда раз, обрезал, и узелок, на уровне земли, еще с южной стороны, я знал теперь, как высадить, а так, и бывает, наверное, настолько, ну, масляная краска будет держаться, и даже гнить под ней, придумайте сами, может быть, какой-нибудь карандаш, так, при каких условиях выплевает персик, укрыла свои персики лапником, сосуд прикрылась, может, закрылась сверху, славанная плетка, выплевает, благодаря пленке, да, может выплеть, вот, пленка здесь самая опасная, она не дышит, тем более, я первый раз, я помню, большую ошибку сделал, ну, господи, морозы, уже до 40-х годов, первые годы, столько было сыграться, породы, пару телогрейек накрыл, помню, до сих пор жалею, таким трудом достал, киевский ранний, взял, вырастил специально, чтобы на бок положить, телогрейками, так все изгнило, вот, все понятие, это же, знаете, как, я говорил, что те, которые мне подарил, 20 сеансов персика, и теперь у меня есть персик, минусинский, вот, а потом телефон, а мы персики, говорит, с апреля, вы представляете, вон-то, минусинское укрывало, мы сравнили все время, температуру, получалось один в один, у него 35, у меня 35, у меня 38, у меня 38, да елки-палки, думаю, что ж это такое, и у него персики не замерзли, а он их укрывал, и ел их, у него получалось до 150 килограмм, он рассказывал, допустим, я не видел этого сада, он никогда не это, не делал фотографии, он сказал, что у меня было рожать 150 килограмм, согласитесь, это сенсация, а через пару лет, персики мертвые, с тех пор, только благодаря, я же персикой мало занимался, только благодаря, вот, его информации, что персики с апреля, я с тех пор отношусь к укрытию, с опаской, 150 килограмм, а потом потерять это все, богатство, согласитесь?